Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем дополнительные аналитические посты вам, разумеется, в помощь. Ну что ж, время тика и 2022 год постепенно уходит, волатильность не очень-то и возрастает. Но при этом хочу отметить, что ликвидности на рынках с каждым днем сейчас будет становиться все меньше и меньше. В таких условиях, как правило, даже незначительного комментария от какого-нибудь высокопоставленного чиновника, например, ФРС, либо отчета может оказаться более чем достаточно, чтобы спровоцировать мощное движение. И к ним, друзья, вы должны быть готовы, поэтому контроль рисков, риск-менеджмент – это традиционно на вашей стороне. Я не рекомендую использовать загрузку по депозиту, если говорить в контексте плеча, больше чем 1 к 10 по совокупности всех сделок. Если есть пробелы с пониманием, что значит плечо 1 к 10, вообще что такое риск-менеджмент, можете обратиться к вашим персональным менеджерам компании Amarkets и вам окажут самую профессиональную компетентную помощь. Ну что ж, индекс доллара 104 пункта, те же самые уровни, что и в конце прошлой недели. Мы ждем движения по американскому доллару. Я думаю, что они неизбежны, особенно если сопоставлять движение доллара с тем, что происходит на рынке фондовых активов. Американский фондовый рынок валится вниз уже четвертую сессию подряд. Потери, друзья, со середины прошлой недели около 10%. Только вдумайтесь. Поэтому я могу точно сказать, что по отдельным сегментам активов это ралли Санта-Клауса уже началось. Потому что 10% это, конечно же, уже мощное движение. Десятилетний трежерис облигации котируется на отметке 3,68%. И, конечно же, при росте доходности трежерис за ними должен следовать и курс американского доллара. И я жду, когда же все-таки логика восторжествует и американская валюта начнет стремиться к более высоким показателям доходности трежерис и тоже начнет расти. Многие считают, что доллар сейчас не растет, потому что находится под давлением слабой статистики с еще прошлой недели. Да, отчетов было плохих достаточно. Это хроничные продажи, промышленное производство, индексы деловой активности в производственном секторе и сферы услуг, которые вышли в пятницу. Но при даже таком наборе слабых макроэкономических данных, я считаю, что плохая статистика – это тоже отчасти потенциально попутный ветер для доллара. И здесь логика простая, друзья. И чем хуже статистика, тем, соответственно, очевиднее и больше доказательств того, что американская экономика находится в очень уязвимом положении из-за высокой инфляции. И инфляция – это проблема, и эту проблему нужно решать каким образом, известными всем монетарными инструментами, что, собственно, делает ФРС, повышая процентные ставки. То есть ставку нужно повышать и дальше, и здесь мы уходим с вами к тому, что доллар на этом фоне может выиграть. Плюс ко всему, слабая статистика повышает вероятность рецессии американской экономики, о которой говорят все, кому не ли. Ну, отдельный акцент на рецессию делал Паул, Джанан Хеллен. Вчера Bank of America целую статью по этому поводу опубликовали, в частности, то, что вероятность рецессии превышает 60% в следующем году. Но если рецессия наступит, друзья, просто такой вопрос как бы в студию вам. Ну, что еще на рынках тогда можно будет покупать, кроме как не доллар? И если этот риск реализуется, доллар, соответственно, точно окажется на новых локальных максимумах. Напомню, что главный фактор поддержки для доллара сейчас это все-таки действие американского регулятора по процентной ставке и ее повышение. Ставка была повышена на 50 байсных пунктов до 4,5%. ФРС просигнализировал о том, что будет повышать ее и дальше. И плюс ко всему, ставка останется на высоких уровнях в течение длительного периода времени. Что еще нам нужно для того, чтобы убедиться в том, что доллар пока заряжен, или ладно, опустим слово заряжен, имеет основания для фундаментального роста. Надеюсь, что вы разделяете такую же точку зрения и вместе со мной ждете соответствующего восстановления этого инструмента. По золоту 1790 долларов за тройскую унцию мы по-прежнему ориентируемся в принятии решения по торговле золотом на индекс верничных настроений. Сейчас индекс показывает, что толпа, а именно большинство трейдеров золота шортит, покупает 38%, то есть меньше 50% и это позитивный сигнал для котировок, что может реализоваться развитие восходящего движения. Пока от лангов не отказываемся, ждем еще большего роста, выше 1800 долларов за тройскую унцию. Рынок нефти не трогаем, только вчера мы с вами признали тот факт, что монетарные факторы оказывают давление на рынок нефти. Он снизился на несколько процентов, сейчас нового стояна со примерно 80 долларов за баррель. Рынок не знает, куда ему идти дальше, давайте тогда с этими мыслями его оставим на какое-то время, и когда фонд станет более однозначным, уже примем решение о том, как торговать. Европейская валюта 1.06, многие в комментариях спрашивают, почему, делая акцент на рост курса доллара, я не шарчу евро, доллар. Все просто, друзья, я понимаю, что с фонгоментальной точки зрения евро может неплохо снизиться и в принципе должен снизиться. Я вчера комментировал, что уровень приоритета обладает гравитационной силой для этого инструмента. Но скорее всего европейская валюта пойдет ниже только после обновления локальных максимумов. Почему я думаю, что мы увидим локальные максимумы, это возможно, значение 1.07, 1.08, потому что тот же самый индекс рыночных настроений сейчас указывает на то, что большинство евро шарти. Я не хочу сейчас быть вместе с большинством, подожду, когда баланс сил изменится, и когда будет расстановка хотя бы 40-60, а в идеале бы 50 на 50, сделаю акцент на фундаментальный фон и зашарчу европейскую валюту. Но если вам интересно евро на долгосрок, то думаю, что даже продажа с текущих уровней это все равно очень хорошая сделка. Рынок криптовалют, биткоин 16 773 доллара. Опять же, сопоставляя динамику рынка криптовалют с фондовыми активами, понятно, что у них высокие показатели корреляции, динамика схожая. Фондовый рынок валится, плохие настроения влияют и на криптовалютный сектор. Здесь основной фактор распродаж в первом и втором случае категории этих активов – это монетарные факторы. Буквально неделю назад, когда до заседания Федрезерва мы анализировали с вами данные по инфляции, напомню, что тогда, когда индекс потребительских цен снизился на протяжении второго месяца подряд, трейдеры отреагировали на это снижение активным ростом всего криптовалютного рынка, поскольку надеялись на то, что снижение инфляции заставит американский регулятор смягчить монетарную политику. Но спустя сутки после этого случилось и произошло заседание ФРС, на котором американский регулятор не стал придерживаться мягкой риторики, а лишь повторил, что повышение ставки продолжится и дальше, потому что повышение ставки – это необходимый инструмент для борьбы с высокой инфляцией. Плюс ко всему, Павел повторил, что ставки останутся на высоких уровнях в течение длительного периода времени. Пересмотр рыночных ожиданий и еще снова особое внимание трейдеров к тому, что ФРС не собирается сворачивать с пути ужесточения монетарной политики, заставило все-таки покупателей риска отступить. Фондовый рынок полетел вниз, крипта тоже оказалась под ударом. И этот фонд, связанный с ужесточением монетарной политики, может быть даже и одна из основополагающих причин, почему рынок криптовалют и биткоин останется под давлением. Но, на мой взгляд, еще более всеобъемлющим фактором является наследие краха биржи FTX, из-за того, что миллионы людей полностью потеряли свои средства, очень много компаний оказались в состоянии банкротства. Я думаю, что кризис неплатежеспособности компании данного сектора продолжится. И каждый день мы можем быть опять свидетелями, стать свидетелями какой-нибудь новости о крахе и банкротстве очередной компании. К этому нужно быть готовыми. Фонд сейчас точно не располагает к покупкам, поэтому путь наименьшего сопротивления, на мой взгляд, это движение вниз. И что касается американского фондового рынка, мрачные прогнозы от Morgan Stanley, что этот год и начало следующего станут худшими для фондового рынка со времен 2008 года. Учитывая, что сейчас за полторы недели S&P, NASDAQ и Dow Jones обвалились уже на 10%, я думаю, что понятно, почему они делают такие выводы. И если такая динамика сохранится и в ближайшие недели, то, конечно же, потери будут катастрофическими. Фондовый рынок, какой бы индекс вы ни торговали, я рекомендую, друзья, шортить и ориентироваться на еще более низкие ценовые рубежи. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!